Коль, я опять штатив сломала! Упал и отлетела именно та фигня, на которой был фотоаппарат. Фотоаппарату ничего, а вот штатив, увы. Рассказываю, как отремонтировать штатив. Иногда отламывается штифт, который из прессованного металла и довольно хрупкий. И образуется просто голый штифт. Без резьбы, без всего, который потом ни к чему не прикрепить. Или образуется там какая-то плоская пластмассовая площадка, в которую вкручен был саморез. В общем, такое ощущение, что специальное вредительство ремонтируется следующим образом. Если, вот как в этом случае, образуется просто штифт, то берем, подбираем строительный анкер подходящего размера. От него берем такую вот втулку с резьбой, надеваем наш штифт и клеим на клей. В результате у нас получается вот резьбовое соединение. Подбираем винт подходящего размера и крепим к нашему штативу. Примерно вот так вот. Снизу крепим винтом и штатив работает. И штатив получается лучше, чем был. Иногда бывает ситуация, что вот как здесь образовалась просто ровная пластмассовая площадка. То есть здесь была какая-то пластмассовая фигня, и был вкручен саморез, и все там отломилось. Соответственно, беру вот такую вот часть от дюбеля, или от анкера точнее, приклеиваю. В результате у нас получается вот резьбовое соединение. Подбираем винт подходящего размера и крепим. Получается вот у меня такая конструкция. Могу при желании прикрепить, опять же, на тройногу. Но так как тройноги сами по себе любят падать, то мы придумали вот такую вот конструкцию, которую называли платочка-визор. Потому что наш интернет-ресурс называется платочек. И с помощью этой конструкции мы выходим в эфир. Общая стратегия ремонта такова. Если оторвалась головка, в первую очередь ищем возможность как-нибудь сделать резьбовое соединение, используя анкер-дюбель или анкер-болт. Если это удалось, то крепим или назад к тройножнику, или стационарно к чему-нибудь в том месте, где вы как блогеры снимаете контент. Продолжение следует...